привет друзья мы снова вместе и сегодня долгожданное видео это сознание богатого давайте определимся с тем что это такое что я имею ввиду под этим выражением это некий такой собирательный образ не подумайте что это конкретный человек потому что у каждого свое понимание богатого человека там до или обеспеченного но я хочу поделиться именно своим опытом своим наблюдением потому что я работаю с достаточно обеспеченными людьми и кое-что заметил то есть из личного опыта из личных наблюдений я заметил как и вижу как мыслит богатый обеспеченный человек это не обязательно человек у которого очень много денег на счету и так далее давайте определимся с тем что такое богатство вообще в принципе и так богатство это ресурсы первый ресурс самый известный всем это деньги то есть это материальный ресурс ну и как бы считается в обществе что если у тебя это много денег то ты богатый человек но это далеко не так есть еще другие ресурсы которые определяют богатство друзья обязательно досмотрите это видео до конца я здесь кое-что раскрою возможно это будет для многих из вас ориентиром также подпишитесь на канал если вы не подписаны ставьте лайк жмите колокольчик комментируйте если с чем-то не согласны мне очень интересно почитать ваши комменты и так богатство это ресурсы первый ресурс это деньги всем известны второй ресурс это здоровье то есть очень часто бывает так что человек работает всю жизнь и в конце или там в середине жизни у него достаточно много денег но здоровья же нет и поэтому смысл от этих денег если у тебя нет здоровья поэтому здоровье это такой же ресурс это такое же богатство очень важное потому что иногда даже важнее чем деньги третий ресурс это время личное время время невосполнимый ресурс если здоровье как-то можно поправить как-то можно вылечиться до каких-то болезней исцелиться при помощи каких-то методов до сейчас очень много технологий то время это невосполнимый ресурс и четвертый ресурс это интеллектуальный например вы можете ну например если взять предпринимателя успешного забрать у него например бизнес да или там какие-то кризисные моменты случаются в жизни у каждого как раньше это было до в 90 ну и повсеместно происходит если предприниматель или бизнесмен достаточно хорошо разбирается в том что он делает то если у него забрать все он через какое-то время восполнит то есть он опять запустить свое дело благодаря интеллектуальному ресурсу например даже я вот снимаю видео до виду 2 youtube канала пишу статьи посты провожу прямые эфиры я пользуюсь своим интеллектуальным ресурсом это те наработки которые я прошел на личном опыте заметил у многих людей с которыми я работаю очень много изучал да я потратил на это время внимание и у меня произошел и создался да я создал интеллектуальный ресурс которым я успешно пользуюсь то есть это тоже важная часть богатства условно назовем это так я тоже отнесу это к богатству это коммуникации и сейчас вот такое время что кто-то на одном конце земного шара что-то скажет громкое какое-то заявление и на другом конце земного шара об этом узнают очень быстро это говорит о том что мы живем в век да мы вступили в новую эру коммуникации интернета информации и скорости информации поэтому сейчас очень важны отношения бывает такое что у тебя много денег но если ты со своими богатствами да поссоришься с какими-то влиятельными людьми с какими-то чиновниками или с какими-то силовыми структурами то деньги могут не спасти связи решают господа то есть если у вас проблемы с коммуникациями проблемы со связями то это может сильно помешать вам развиваться двигаться дальше даже при наличии каких-то денег это такой момент что всех вы не купите за деньги ну сюда же относится репутация то есть если у вас хорошая репутация если вас уважают знают в определенных кругах то у вас есть ресурс который тоже относится к богатству поэтому богатство это ресурсы ресурсы как деньги материя время здоровье интеллект и коммуникация вот это все есть богатство а теперь мы пройдемся по пунктам что есть сознание богатого человека я имею полное право рассказывать вам про это и мне не обязательно быть в списке форбс чтобы рассказать про сознание богатого человека почему потому что просто представьте что сейчас уже век информации очень многие люди из списка форбса до начинают рассказывать и вещать создавать youtube канал но раньше это было скрыто да да и многие сейчас супер богатые люди они шифруются для меня не обязательно быть в этом списке на списке супер богатых людей потому что мне достаточно того что я работаю с такими людьми и заметил некоторые особенности во первых богатые люди в основном платят с удовольствием они не бегают за скидками хотя есть многие скупердяи которые привыкли там торговаться просить скидку и так далее но в основном вот этот момент оплаты чего-либо он происходит с удовольствием потому что когда я плачу я осознаю всю цепочку процессов потому что если у меня какой-то бизнес до например торговля то и покупая товар какую-то вещь я понимаю что я заношу эти деньги в кассу продавцу который получает прибыль то есть он по сути такой же как и я и получается признак сознание богатого человека это платить с удовольствием платить как бы себе не ужимая потому что сколько на выходе столько и на входе и так сознание богатого человека нормально покупать все цифровые продукты оплачивать обучение не скачивать это на торрентах не искать где-то скачать стырить украсть покупать музыку покупать программное обеспечение то есть это по сути философия потому что если я выпускаю контент да то это мой труд это моя интеллектуальная собственность это мой интеллектуальный ресурс например если я создаю контент да либо программное обеспечение я вкладываюсь вкладываюсь временем вкладываю своим интеллектуальным ресурсом и конечно же я ожидаю от внешнего мира что он будет оценен и конвертирован в какие-то материальные блага или в какие-то материальные ресурсы например в деньги это нормально и сознание богатого человека это прописано так что мне нормально платить за программы потому что я например покупаю музыку покупаю программное обеспечение не лазию по торрентам мне нету этой программы покупаю фильмы за просмотр фильмов дома я плачу например это нормально абсолютно потому что когда я выпускаю свой контент у меня люди делают то же самое тоже покупают это как некий акт благодарности сознание богатого человека включает в себя радость за успех других людей потому что если например вокруг меня будет больше богатых людей больше счастливых людей больше обеспеченных больше сытых людей соответственно вокруг меня будет меньше разрушений меньше конфликтов меньше скандалов и тому подобное понимаете да то есть видите разницу и если кому-то повезло подфартило кто-то выиграл лотерею у меня не будет мысли зависти потому что я понимаю что этому человеку стало хорошо я за него радуюсь это антитеза зависти потому что в сознании нищего человека есть зависть люди которые живут в недостатке до в желании кого-то унизить или за счет кого-то подняться это совершенно противоположное мышлению богатого обеспеченного человека поэтому радуйтесь за успехи близких знакомых незнакомых людей что кто-то заработал кто-то купил себе новую машину это все будет поднимать и вас еще один важный пункт это вектор на отдачу миру например самого начала когда я начал записывать видео на youtube канал я вкладывался то есть я вкладывался и нужно пушить этот мир до наполнять этот мир собой наполнять полезностями сначала не желая что-то получить взамен и сознание богатого человека включает наполнение собой полезностями мира то есть если я знаю какую-то тему я с удовольствием делюсь этим с вами берите на моем канале очень много практик пускай это будут даже демо версии легкие облегченные варианты но этого будет достаточно много для того чтобы человек уже просто получил пользу зайдя на мой канал пообщавшись со мной я какие-то вещи рассказываю что-то где-то можно улучшить что-то можно облегчить да и это желание делиться это желание это когда вы с человеком пообщались и после общения вы чувствуете наполнение вот это есть свойства богатого человека бывает конечно наоборот вы пообщались и по вы почувствовали опустошение вас как будто ободрали или обокрали хотя бы просто пообщались но про это я уже записал ролик сознание нищего можете посмотреть его вот здесь богатый человек он никогда внутри себя не осуждают но он всегда готов к тому что его будут осуждать обратите внимание на обеспеченных людей которые добились какого-то успеха какого-то статуса материального достатка в этом мире что про них говорят просто очевидно их осуждают сознание богатого человека включает себя не осуждать других людей никогда ни по какому поводу то есть это гарантия того что вы не будете втягиваться в вот эти негативные мысли как только вы себя ловите на том что кто-то что-то делает не так кто-то делает не по-вашему и держитесь подальше от осуждения да потому что это блокирует ваше благополучие все просто следующий пункт это всегда упрощай человек который обладает ресурсами интеллектуальными временными денежными здоровьем это здоровый человек богатый человека слова бог это значит что сознание его работает таким образом что она все всегда упрощает то есть супер обеспеченные люди они очень простые в общении очень просты не заморочены я не говорю о творческих личностях которых может носить туда-сюда да и это могут быть звезды блогеры которые вот они вот именно в таком творческом потоке разбогатели я говорю про людей которые планомерно пошагово пришли к ресурсам и они достаточно четко рассуждают они все упрощают не стремятся усложнить как вы заметили человек который тратит свое время направо налево он постоянно балаболит ни о чем и при общении с таким человеком ты тоже теряешь свой временной ресурс следующий важный момент это ценность времени то есть богатый человек всегда ценит свое время никогда не будет терять этот ресурс в пустую я бы даже сказал так что чем богаче человек финансово по здоровью тем больше он ценит свое личное время потому что время это всегда невосполнимый ресурс мы его теряем каждый раз еще немаловажный пункт богатый человек покупает дорогие качественные вещи вот это очень интересный пункт потому что есть такая поговорка я не настолько богат чтобы покупать себе дешевые вещи во первых при попытке сэкономить купив дешевку вы все равно ее со временем выбросите это эта вещь сломается она не качественно есть еще один очень важный момент никаких реплик никаких копий только оригинал и только качество причем дорого тоже не всегда качество нужно знать точно что покупать какие бренды и сколько это стоит здесь есть такой момент что например почему покупают роллс-ройсы бентли какие-то машины я не говорю про эмоции про эмоциональные ferrari lamborghini так далее это больше эмоциональная покупка но почему в основном дорогие отделочные материалы в квартире дорогая техника дорогой авто почему я не говорю про тех которые ходят футболки да там рваный как некоторые очень известные богатые люди я говорю про то что дорогие вещи качественные вещи это гипноз это самогипноз того что вы держитесь на этом определенном уровне когда у вас дорогие часы вы всегда на них смотрите и эта вещь гипнотизирует вас на то что вы на уровне улавливаете мысль то есть когда вы живете в бараке в хлеву да я в свое время жил в коммунальной квартире когда я выхожу на кухню и понимаю что там соседи что-то жарят мне там нет места я хочу приготовить себе еду я понимаю что туалет занят там сосед у меня одна комната вот это вот все создает гипноз мне что это норма и окружающий мир меня гипнозит до убеждает скажем тогда сила убеждения окружающих вещей настолько велика что я могу из этого не выбраться потому что я считаю что это норма и здесь также работает наоборот если у вас окружают дорогие качественные вещи до обеспеченные люди также это касается окружения это вас все гипнотизирует на то что вы на уровне и вы на этом уровне держитесь и вам интересно что еще крутого качественного дорогого на в этом мире есть поэтому здесь важно это не только понты потому что некоторые которые были раньше нищими они дорвались до денег и начали покупать себе просто вещи скупать но это выглядит как голодный дорвался до еды то есть такие понты здесь не про это я имею ввиду про то что дорогие качественные вещи вас гипнозят и убеждает в том что вы на уровне и у вас все хорошо следующий важный момент богатый человек всегда действует и предлагает себя свои услуги из состояния достатка достаточно посмотрите на людей которые делают рекламу и состояние что им нужно больше клиентов они заваливают все рекламой зазывают к себе на тренинги зазывают к себе на какие-то мероприятия бегом 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 только сегодня только 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 скидки начинают демпинговать то есть лишь бы лишь бы сразу видно что человек действует из состояния недостатка то есть ему нужно срочно в моменте заработать денег и поэтому готов сделать все чтобы это случилось богатый человек так никогда не делает потому что состояние достатка это то что ты спокойно предлагаешь и если тебе откажут окей у меня всего хватает у меня всего в достатке и поэтому состояние сытости я действую но не состояние такого дикого голода еще один важный момент это инвестиция свое образование и детей обратите внимание что обеспеченные люди они всегда на уровне развития и всегда рука на пульсе то есть люди всегда знают что происходит в мире постоянно обучаются признак бедности это неведение это невежество признак достатка богатство это всегда ты знаешь ты пополняешь свой интеллектуальный ресурс который можешь конвертировать в материальный или в здоровье или во временной то есть знания и потребность обучаться постоянно это признак богатого человека еще один важный пункт это обследование это постоянно следить за своим здоровьем богатый человек он следить за состоянием своего тела заблаговременно делать обследование понимать что происходит с организмом потому что здоровье это такой ресурс если его начинаешь терять то никакие деньги уже не помогут ну и последний пункт богатый человек никогда не поедет на другой конец города чтобы купить себе что-то на 10 копеек дешевле или на рубль суть в том что время это важнее ресурс нежели чем куда-то съездить что-то купить больше скажу богатый человек никогда не будет сам куда-то ездить покупать продукты и так далее не потому что он не хочет и такой прям важный сидит дома и из-за того что у него много денег или ресурсов он хочет всем приказывать чтобы все за ним там делали приезжали приносили нет дело совершенно в другом потому что во многих случаях время и связи это гораздо ценнее чем деньги лучше потратить какие-то средства на то чтобы тебе привезли домой сюда ну ты в этот самый момент сэкономишь себе время а время чаще всего дороже чем деньги вот такая небольшая подборка тезисов до признаков сознания богатого человека что-то возможно вы уже знаете что-то узнали из этого надеюсь для многих из вас это будет неким таким ориентиром на что можно ориентироваться в своей жизни конечно же есть исключения люди которые только-только дорвались до денег я много таких знаю которые выросли в нищете как это знаете дири человек может быть уехала с деревни но деревня из человека не уехала вы сами знаете таких людей их сразу же видно то есть купил просто дорогую машину она ему ни к чему да то есть видно что это ради понтов конечно про таких людей здесь речь не идет все равно сознание нищего она видно даже если у такого человека есть деньги то есть это сразу видно я имею ввиду про ядро про сознание человека который богатый у которого заберешь какой-то ресурс он его восполнит до либо оптимизирует свою жизнь так чтобы у него все было в достатке независимо от внешних условий человек который не осуждает не жалуется он сфокусирован этот человек ценит время свое и окружающих обратите внимание на людей которые вокруг вас найдите выпишите имена этих людей которые с вами резонирует и держитесь таким людям поближе друзья поставьте лайк подпишитесь на канал если есть что-то дополнить обязательно напишите в комментариях мне интересно ваше мнение ну и увидимся в следующем видео пока